Здравствуйте! В эфире программа День города и Марина Комиссарова. Смотрите в ближайшее время. Зима застала врасплох. Как город выдержал проверку снегопадом, смотрите в наших сюжетах. В свидании на Театральной в Рязанском театре драмы открылся международный фестиваль спектаклей о любви. Век цифрового ТВ. Во Всемирный день телевидения расскажем об инновациях в этой сфере. В Рязани всю ночь шел снег, но наутро, впрочем, как и всегда, оказался полной неожиданностью для коммунальщиков. И если в соседней столице убирать снег вышли сразу в ночное время, то в областном центре стали ждать, когда он растает сам. Плюсовая температура заставила таять снег уже с утра. Горожане на улицах буквально тонули, а пешеходы не переходили городские дороги, а переплывали. И хотя этот снегопад уже не первый, он показал, коммунальщики к осадкам не готовы. Ни одной снегоуборочной машины в городе сегодня наша съемочная группа так и не увидела. Под последствиями снегопада сегодня оказались несколько припаркованных машин. Сразу в нескольких районах города на автомобиле рязанцев упали деревья. Об этом сообщили в социальных сетях. Как отметили интернет-пользователи, три машины пострадали от упавшего дерева в поселке Ворские. Кроме того, дерево рухнуло у дома на улице Юбилейной, а также еще одно около торгового центра «Витязь» на улице Трудовой. Вопрос, кто виноват, написали рязанцы в комментариях. Всемирный день телевидения отмечается ежегодно 21 ноября 1996 года. Праздник по своей сути скорее посвящен той философии, которую привносит в нашу жизнь телевидение, а не его техническим аспектам. В современном мире телевидение представляет собой символ связи и глобализации. Поэтому государством было предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и расширение культурного обмена. Рязань в цифре. 10 федеральных телеканалов жители региона уже могут посмотреть в формате высокой четкости. Их список определил президент России. В пакет вошли общие информационные, новостные и развивающие каналы. Среди них Первый канал, Россия, Карусель, НТВ и другие. Федеральная целевая программа по переходу на цифровое вещание была принята в 2009 году. За это время в Рязанской области обновили оборудование и выстроили разветвленную сеть вещания. Один из основных целевых показателей федеральной целевой программы – это то, что не менее 98,3% населения должно быть охвачено фирмой цифровым вещанием. И эта же цифра должна быть охвачена региональным вещанием в том числе. А вот оставшаяся доля процента – это будет спутниковое вещание, и оно для телезрителей будет иметь некоторый ущерб, потому что там не будет регионального контента. В Рязанской области вышки-передатчики установлены в 24 населенных пунктах и позволяют охватить сигналом 99,12% населения. Стоит отметить, что внешне цифровое оборудование практически не отличается от аналогового. Для передачи сигнала используются те же вышки. Зато внутри у самого передатчика появился настоящий компьютер. Цифровые технологии позволяют дать возможность вещать большее количество каналов. Если аналоговое вещание – это один передатчик, один телевизионный канал, то один цифровой передатчик на одной частоте может транслировать, как я уже сказал, 10 каналов и еще плюс 3 радиоканала. Соответственно, возможности расширяются. Второй пакет цифрового телевидения вещают в Рязани уже более трех лет, однако сигнал доступен только жителям районного центра. В мультиплекс входят развлекательные каналы, среди них «Домбашний» и «ТВ-3», в эфире которых показывает и наша телекомпания. У нас на сегодняшний день все передатчики второго мультиплекса смонтированы, они все проверены, они находятся в работе. И по решениям, которые приняты Министерством связи и массовой коммуникации, работают сейчас передатчики второго мультиплекса в населенных пунктах с населением более 50 тысяч. Таким образом, в радиусе 30-40 километров от Рязани каждый человек может бесплатно смотреть каналы из двух мультиплексов. В остальных населенных пунктах они заработают в 2019 году. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Кроме дня телевидения в России отмечают День сотрудника налоговой. В Рязани, как и во всей стране, налоговая служба существует 27 лет. Немного об истории развития и о сотруднике, посвятившем налогам 25 лет, расскажет Алена Куколева. Марина Краваева в налоговых органах работает 25 лет. Сегодня в должности начальника 6-й Рязанской межрайонной инспекции. Она за свой карьерный путь видит весь процесс становления российской налоговой системы, которая была основана в 1990 году и практически сразу стала самостоятельным государственным органом. Каким было самое начало, сегодня Марина Владимировна вспоминает с улыбкой. В налоговые органы я пришла в 1991 году, в Ряжскую налоговую инспекцию. И на тот момент у нас еще не было компьютерной техники. У нас в нашем пользовании были счеты, были машинки счетные. Естественно, за 27 лет наша налоговая служба превратилась в высокотехнологическую, современную структуру. Сегодня за счет внедрения новых технологий и совершенствования системы платежей, собираемость налогов увеличивается с каждым годом. В этом году мы собрали в консолидированный бюджет региона около 2 миллиардов. Это достаточно серьезные средства. При этом сохранили достаточно хорошие высокие темпы по налогу на доходы физических лиц. За почти 30 лет становления налоговой службы изменились и условия труда налоговиков. Например, сегодня на рабочих местах инспекторов области более полутора тысяч компьютеров. В далеком 91-м их было всего 50. А сегодня в приоритет выходит и вовсе бесконтактная форма взаимодействия с налогоплательщиком. Личный кабинет на сайте налоговой – хороший тому пример. Кстати, 21 ноября была запущена его новая версия. Чтобы заплатить налог требуется всего несколько минут и наличие интернета. А налоги заплатить действительно самая пора. До 1 декабря истекает срок уплаты налога на имущество за недвижимость, землю и транспорт. А согласно вообще с таким утверждением, заплати налоги и спи спокоена? Заплати, наверное, все-таки своевременно и в полном объеме. Вот тогда-то и спи спокоена. Алена Куколева, Юля Пятницкого, телекомпания «Город». Судьба Казанского монастыря и его территории известна всем. Сложно переживал памятник истории и архитектуры прошлый 20 век. Пострадали многие постройки, в частности библиотека. Однако ее сноса удалось избежать. И ныне здание даже получило статус памятника. На Затинной улице, в противоположной стороне от входа Юрусалимской церкви, до 1917 года весь уличный квартал занимал необыкновенной красоты старинный Казанский Явленский женский монастырь. Казанский Явленский девичий монастырь города Рязани, в народе просто девичий монастырь, был основан в 16 веке. Точная дата не установлена, и находился он первоначально на холме у места слияния речи Клыбедь и Трубешной территории Рязанского Кремля. Явленскими называли церкви и монастыри, которые воздвигали на месте явления чудотворных икон. В данном случае чудотворные иконы Божией Матери Казанской в Переславле Рязанском. Так в те времена называлась нынешняя Рязань. В 1786 году Казанский Явленский женский монастырь был упразднен на архиерейском взгоре и вновь устроен у Вознесенской церкви, стоящей на въезде в Рязань с Владимирского гужевого тракта в Новинках, современная Затинная улица. Перенесен был также и чудотворный казанский образ Божией Матери. После революции, если верить документам, икона попала в губ музея вместе с монастырской библиотекой. Здание библиотеки, кстати, ныне сохранилось и на настоящий момент является жилым домом в аварийном состоянии. Объект, расположенный буквально в 200-300 метрах от главного Казанского собора, не попал в этот список охраняемых объектов. Это здание бывшей библиотеки. Фактически, это одно из самых последних зданий, которое было построено уже в 1900-х годах. Несмотря на то, что это здание, такой особо блещущей архитектурой не отличается, но оно гармонично вписано в данный ансамбль. Ансамбль Казанского монастыря охраняем с 1995 года. В него входят семь строений. А вот здание библиотеки почему-то в список не попало. И когда над библиотекой монастыря нависла угроза сноса, подключились историки. Было принято решение подать заявку на включение данного здания в действующий ансамбль Казанского монастыря и придание ему статуса памятника архитектуры. Данная заявка была рассмотрена Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия города Рязани и была удовлетворена. То есть, в конце октября вышел приказ, на основании которого теперь данное здание получило охранный статус. Сегодня облик монастыря значительно преобразился. И вполне возможно, если бывшая библиотека будет передана обратно священнослужителям, ее тоже приведут к тому облику, что был у нее столетия назад. Марина Комиссарова, Юлия Пятницкого. Телекомпания «Город». Если вы в череде будней повседневных забот давно похоронили детскую мечту, это напрасно. Любые возрасты покорной любви, писал Пушкин, и любовь это может быть во всех проявлениях, например, к искусству или музыке. Именно этим руководствовалась команда творческих людей, открывая школу живописи для взрослых. Конечно, двери мастерских, открытые для детей. Но прежде всего учиться рисовать сюда приходят те, кто мечтал об этом 20, а то и 30 лет назад. А на этой неделе в нашем городе появилась еще и новая картинная галерея. Белый холст, краски и кисти. Просторная комната, залита светом. Перед вами мольберт и задача, в какой-то момент ставшая непростой. Это произошло, когда вы повзрослели, и с каждым годом начинать с чистого листа, заполнять белые красками, придавать цвета и форму, очертания становилось все сложнее и сложнее. Касается это как жизненных ситуаций, так и символично буквального значения общеизвестной метафоры. Какой взрослый без художественного образования отдастся воле своих фантазий и отбросив страхи того, что все равно не получится, возьмет и напишет картину. Вот к таким взрослым когда-то относилась и Наталья. Мы хотели создать современный центр наших искусств и в основном художественных. Поэтому дружно все шли к этой цели. Коллектив у нас очень дружный, поэтому трудности были, но, как скажем, все на лицо, все хорошо. Команда единомышленников, а вернее тех, кто готов помочь, собралась быстро. Девчонки-художницы вызвались помочь взрослым, решившимся осуществить свои детские забытые мечты и научить их рисовать. Смелых, готовых к такому взрослых оказалось немного, но здесь, в студии, постоянно появляются новые лица. Возраст тут не помеха, потому что у нас даже был представитель старшего поколения, 87 лет, ветеран Великой Отечественной войны и также дети у нас от трех лет здесь занимаются. То есть реализоваться можно в любом возрасте. Главное, открыть эти таланты и иметь желание творить. Я не скажу, что сложно со взрослыми. Единственное, с ними сложно, наверное, раскрепостить их. То есть дети в этом плане, они с ними легче. То есть они ничего не боятся практически. Конечно, никак не обходятся в студии без юных мастеров. С детьми проще. Для их развития мама и папа не жалеют ни времени, ни денег. Кризис, экономическая нестабильность, отсутствие времени – все это отговорки для тех, кто взрослый и серьезный. Но своих малышей эти взрослые и серьезные все равно приводят сюда на занятия. Быть может, пряча порой свои желания тоже потратить несколько часов и выйти отсюда счастливыми, перепачканными красками. Почему я научилась? Как рисовать пейзаж, еще разные техники. Больше всего мне очень нравятся постановки. Они более такие интересные для меня. И вот, когда я вырасту, хотелось бы стать художником. Мне нравится рисовать, мне нравится то, что я делаю. И для меня гулять по улице – это менее важно, чем развивать себя. Для того, чтобы у взрослых и у детей появился дополнительный стимул, в этом арт-пространстве открыли еще и картинную галерею. Назвали «Винсент». Как рассказывает Наталья, название символично. У Винсента Ван Гога, всемирно известного живописца, признанного гения, не было художественного образования. Так вот, в галерее «Винсент» будут выставляться работы художников как из Рязани, так и из других городов. Скажем, 11 ноября здесь открылась выставка картин московского автора Ивана Максимюка. Интересны они как взрослым интересующимся искусством, так и детям. Возможно, под хмурым серым ноябрьским небом именно сегодня вам захочется начать все с чистого листа и раскрасить жизнь новыми красками. Как знать, быть может, спустя время в залах новой рязанской картиной галереи будут висеть и радовать посетителей именно вашей работы. Главное – не сомневаться в себе, смахнуть пыль с мечты и следовать за ней через житейские грозы и бури. Марина Комиссарова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». С 20 по 26 ноября Рязанский театр драмы открывает свои двери для второго международного фестиваля спектаклей о любви «Свидание на театральной». В этом году более 90 коллективов изъявили желание принять в нем участие, однако отобрано было всего шесть. Чем открылся фестиваль и какие спектакли можно будет увидеть, знает Ирина Ковалева. На сегодняшний день Рязанскую область смело можно назвать театральной территорией. В нашем регионе уже сложился свой собственный календарь фестиваля и заметное место, в котором с прошлого года занимает фестиваль спектаклей о любви «Свидание на театральной». В прошлом году принять участие в нем изъявило желание 39 театров, а в этом заявок было более 90, в том числе и от зарубежных коллективов, среди которых театры из Аргентины, Ирана, Македонии, Турции и не только. Такой интерес наверняка объясняется темой фестиваля, ведь практически в каждом спектакле есть хотя бы одна история любви. Мы должны обратить внимание на то, что мы говорим о спектаклях о любви с высокой планкой, мы говорим о том, что это и интереснейшие эксперименты, это и замечательная классика в новом прочтении, и это всегда новая повестка, потому что любовь, она многообразна, она невероятно широко может на сцене быть представлена, и хотелось бы определить некие тренды спектаклей наиболее современные, наиболее интересные, не уходя и от классических приемов. Открылся фестиваль с совместным проектом Рязанского театра драмы, частного театра из города Побратима Мюнстера. Рязанские актеры и их коллеги из Германии представили спектакль «Сердца и ножи». Проект этот смело можно назвать уникальным, ведь никто в России пока еще не ставил совместных спектаклей, которые игрались бы на двух языках. Проект очень интересен тем, что и тема, которая там поднимается, и сам сюжет, он очень актуален всегда. Это, знаете, такой немецкий Ромео Джульетт, скажем так. И то, что одна семья немецкая, другая семья русская, и в финале все сводится к тому, что мы должны дружить, мы посчитали совместно с немецкими коллегами, что именно сегодня эта тема очень актуальна. С нетерпением этого спектакля ждал и театральный критик, председатель жюри фестиваля Николай Жегин. Загадочно все, как это встретится русская рязанская труппа, которая будет говорить на чисто рязанском русском языке, а отвечать будут ей на чисто, так сказать, западно-немецком из города Мюнстера. Не знаю, как это получится. Я думаю, даже как и для вас, это большая загадка. Однако главным критерием оценки представленных спектаклей будет не загадочность и оригинальность, а понятность для зрителей. Мне кажется, зритель должен все понимать. Понимаете, он заплатил деньги, он пришел, сел, он хочет, чтобы ему было все понятно. Почему пришел сюда персонаж, почему у него такие отношения, почему он с такой ненавистью смотрит на этого человека. Более того, сами персонажи не могут этого знать, а мы, зрители, должны это знать. В этом загадка и прелесть театра. Спектакль «Сердца и ножи» рязанские зрители смогут увидеть и вне рамок фестиваля. Дважды в месяц на сцене Рязанского театра драмы его будут играть вплоть до апреля будущего года. Ну а в течение фестивальной недели у рязанцев будет возможность познакомиться с театральными коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Италии. Так что следите за афишей и поспешите в кассы театра. Билетов почти не осталось. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сегодня, 21 ноября, свой день рождения празднует губернатор Рязанской области Николай Любимов. Николаю Викторовичу сегодня исполнилось 46, и наша телекомпания присоединяется. Ко всем поздравлениям и желает успехов на пути к процветанию нашего региона. На этом у меня все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»